Вот такая потрясающая выпечка у нас сегодня получилась. Мы приготовились с картошкой и сыром. Вы можете приготовить с картошкой и курицей, с картошкой и грибами. Или приготовить вообще другую начинку. Получается тоже очень вкусно. Такая выпечка идеально подходит на ужин. И вот так недорого и вкусно можно накормить всю семью. Ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал. А я буду готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня у нас бесподобная выпечка из слоеного дрожжевого теста. Рецепт из простых и доступных продуктов. Для этого нам понадобится вот у меня 200 мл теплого молока, который я выливаю в мою миску. Молоко должно быть приблизительно температурой нашего тела. Если у вас есть термометр, температура должна быть от 35 до 37 градусов. Сюда же я добавляю полстакана воды. А теперь сюда я добавляю одну чайную ложку с горкой дрожжей. Это 6 граммов дрожжей. Добавляю одну столовую ложку сахара. Это для подпитки дрожжей. И сюда же пол чайной ложки соли. Вот так я все перемешаю. Я сюда добавляю 50 мл растительного масла. Ну а также нам понадобится одно яйцо. Желток я отделяю для того, чтобы смазать нашу выпечку. А белок добавляю в тесто. Все перемешаю. И последнее, что нам осталось, я добавляю муку. Муку я добавляю в два этапа. Сначала добавим первую половину. Я перемешаю лопаткой. Ну а после того, как будет сложно перемешивать, я перейду к замесу теста руками. Ну а теперь я добавляю оставшуюся луку. Убираю лопатку и буду замешивать тесто руками. Сначала в миске, после чего я перейду к замесу теста на столе. Я буду замешивать тесто на столе до тех пор, пока наше тесто становится гладким. Оно не должно липнуть к рукам и к поверхности стола. Ну вот, посмотрите, какое тесто мы с вами приготовили. Оно абсолютно не липнет к рукам. Тесто средней плотности, на наше количество ингредиентов мы добавили 500 граммов муки. Тесто мы не оставляем подходить, оно не должно увеличиться в объеме. Мы просто отставим тесто на 15-20 минут, чтобы оно хорошо отдохнуло. После чего мы будем раскатывать, и я покажу, что мы делаем дальше. Ну а для начинки мы должны отварить картофель. Я взяла 4 средних картофеля. Нарезаем на крупные кубики, просто для того, чтобы они быстро отварились. Вот столько картошки у нас получилось. Я заливаю водой, добавляю соль, закрываю крышку, ставлю на газовую плиту вариться. Картошку мы вот так вот помяли. Сюда же добавляем небольшой кусочек сливочного масла. И снова все это должна помять. Вы можете приготовить с мелко нарезанным обжаренным репчатым луком. Получается тоже очень вкусно. Мы отложили картофель, а также для начинки нам понадобится небольшой кусочек сыра, который я натираю на крупной терке. Ну вот столько сыра у нас получилось. Я беру любую свободную емкость и переношу тертый сыр вот в такую мою посуду. Ну с начинкой я закончила, а теперь мы переходим к тесту. Я подпыляю стол мукой. Вот посмотрите, как выглядит тесто через 20 минут. Тесто получилось шикарное. Я переношу на стол. За 20 минут тесто сильно не поднимается, но при этом оно очень хорошо отдохнуло. Посмотрите, какое оно легкое и воздушное получилось. Делаю вот такую легкую обминку. Ну а теперь будем делить тесто на порцию. Я разделю тесто на 6 равных частей. Вот на такие одинаковые 6 шариков мы разделили наше тесто, а теперь будем раскатывать. Для того, чтобы наше тесто было не только вкусным, но и очень красивым, мы нашу выпечку приготовим из слоеного дрожжевого теста. У 3 шарика мы приготовим слоеный пласт и будем формировать нашу выпечку. Сначала первые 3 шарики я вот так вот раскатываю. А теперь я буду раскатывать сразу по 3 пласта. Вот так вот между слоями обильно посыпаю мукой. Так мы очень быстро можем раскатать сразу 3 пласта очень тонко. При этом время от времени будем проверять наличие муки между пластами, чтобы они ни в коем случае не слиплись. Ну вот, посмотрите, как тонко мы раскатали наше тесто. А теперь я каждый пласт вот так вот заворачиваю на скалку. Немного встряхиваю, чтобы избавиться от лишней муки. Взяла небольшое количество сливочного масла, буквально за несколько секунд растопила в микроволновке. И вот так вот тонким слоем равномерно распределяю масло по всему пласту. А теперь я второй пласт теста вот так вот покрываю сверху. И второй пласт точно так же я смазываю растопленным сливочным маслом. И все это закрываю третьим пластом. А теперь наш вот такой вот слоеный пласт мы придаем форму прямоугольника. Немного вот так вот раскатываем. Я отрезала края вот таким вот ножом. Это для того, чтобы было красиво. Этого можно и не делать. А теперь наш слоеный пласт мы разделим на квадраты. Сначала вот так вот я разделю по горизонтали пополам. А затем наденем вот на такие квадраты. А теперь в центр каждого прямоугольника я выкладываю начинку. Сначала мы выкладываем картофельную начинку. Делаем вот такие вот небольшие углубления. Эту вопечку можно готовить картошку с грибами. Можно приготовить картошку с курицей. Я сегодня готовлю из доступных продуктов, что есть всегда в любом холодильнике. У меня сегодня картошка с сыром. Получается тоже очень вкусно. Ну а теперь в центр картофельной начинки я выкладываю сыр. Я это делаю руками. Вы можете сыр выкладывать ложкой, так как вам удобно. Ну и последнее, что нам осталось, это сформировать нашу выпечку. Я буду формировать вот в форме таких конвертов. Просто соединяю углы по диагонали. Сначала два противоположных угла, затем два, затем вторые. Ну вот такие вот заготовки в форме конверта мы приготовили. Я переложу на противень, предварительно смазанный растительным маслом. И продолжу раскатывать наше тесто. Ну а я продолжаю раскатывать тесто. Для начала раскатаю небольшой пласт все три колобка. После чего будем одновременно раскатывать сразу три колобка теста. Какая-то, когда радует... Смотрите пусть получается. Какое-то уже расскажите. Чтобы придумать необычное тесто. Готовое зеркалка. Сейчас у вас обывал pum. Если вы будете дать вам капать к nurturing, тоalta. А, чтобы не собирать немного пластиковую тесто. Компирайтесь. Подпишись, давайте попробуем всё. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Еще 6 заготовок мы приготовили Я переношу их на противень и покажу, что у меня получилось Ну а теперь посмотрите, какая красота у нас получилась Я взяла один желток, который остался от нашего рецепта Можно перемешать с одной столовой ложкой воды или молока И взбитым желтком смазываем вверх нашей выпечкой После того, как смажу выпечку взбитым желтком Ставлю в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут Смотрите по своей духовке до готовности Ну и я обязательно покажу, что у меня получилось Смотрите, какая потрясающая выпечка у нас получилась Это не только красиво, это очень вкусно Выбирайте любую начинку Ну вот такая вот выпечка у нас получилась Посмотрите, как она выпекается со всех сторон Ну и я покажу, как она выглядит на среде Посмотрите, как тянется сыр И вот такое слоистое тесто у нас получилось Уверена, вам понравится наш сегодняшний рецепт И вы можете готовить хоть каждый день с различными начинками И радовать свою семью Ну а вы подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, пишите комментарии Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить много новых и интересных рецептов И делитесь рецептами в соцсетях Всегда ваша, всегда с вами домашняя кулинария Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok